Так, друзья, приветствую. Сегодня у нас очередной подкаст. В гостях у нас менеджер по развитию СНГ от биржи Bybit, Екатерина. И сегодня мы будем мучить ее разнообразными вопросами. И первый вопрос, Екатерина, ответь нам, пожалуйста. Зарабатывает ли биржа на ликвидациях наших уважаемых подписчиков? Потому что есть от людей такие жалобы, вот Bybit меня ликвиднул, маркетмейкер, забрали все деньги себе и так далее. Вот раскрою этот, мне кажется, самый животрепещущий вопрос от аудитории. Каждый второй задает вопрос, зарабатывает ли я в ликвидациях? Я говорю, нет, мы не зарабатываем. По крайней мере, то, что я знаю, и то, что знают все люди, с которыми я общаюсь и работают в этой компании, я работаю в этой компании уже практически 5 лет, я не находила ни одной лазейки, ни одного какого-то инсайда, который бы сказал, что мы зарабатываем. Куда идут деньги, которые генерируются от ликвидации до цены банкротства? У нас все это есть онлайн в наших, есть секция Help Bybit, да, там, где можно посмотреть, куда эти все ликвидации идут. Они все идут в страховой фонд. Если биржа не может на каких-то низколиквидных монетах закрыть по рынку цены ликвидации трейдера, то они должны из этого страхового фонда трейдеру вернуть деньги. Что значит, простым языком мы не можем трейдера допустить его, чтобы его баланс был в минусах. Для наших юных зрителей я поясню немножко, потому что Екатерина говорит на профессиональном языке. Суть здесь в чем, что когда вы ставите, например, на споте стоп-лосс, если цена, ну, бывают такие движения, да, на крипте, когда у нас просто одна красная палка 30% вниз. И вот в этот момент в стакане может не быть ликвидности. То есть на споте вы, например, поставили стоп-лосс, там, не знаю, на 50 тысяч долларов по битку, но не было ликвидности в стакане. И ваш стоп-приказ сработал, скажем, на 45. То есть такие ситуации действительно случаются часто именно на каких-то мощных проливах. И здесь речь идет о том, что деньги, которые биржа в моменте получает, да, там, на каких-то ликвидации, они, собственно, используются в страховом фонде. То есть здесь идет речь именно о вот этом 10-ти примерно процентном зазоре. То есть если ты открываешь лонг на фьючах с 10-м плечом, ты ликвидируешься не точно там вот минус 10%, да, а там минус, получается, где-то 9 плюс-минус. И речь идет именно вот про эти деньги, которые уходят в страховой фонд. Расскажи, пожалуйста, давно ли были случаи, когда этот страховой фонд нужен? А то, может быть, это просто какой-то такой красивый предлог, ну, типа, мы ваши денежки сохранили в страховом фонде. У нас это все есть онлайн. То есть вы можете ежедневно заходить на ссылку, наверное, скинуть. Да, давайте обязательно мы под видео оставим, потому что реально, ну, как бы мы с тобой на эту тему много общались лично, но люди, правда, не понимают, как происходит процесс ликвидации. И самое главное, люди не понимают, что если кого-то ликвидован в фьючах, то кто-то-то в этот момент заработал. Конечно, хорошо обвинять биржу, понятно, да, окей, обвиняйте биржу. Но почему вы не ставите стоп-лоссы, которые выше цены ликвидации? Это второй вопрос. То есть если вы не хотите ликвидироваться, почему вы допускаете такую возможность, что вас вообще ликвиднет? Потому что мы бы не зарабатываем, то есть эти деньги не уходили бы в страховой фонд, если бы, даже если бы не было вот вообще вот этой функции, да, человек бы ликвидировался в любом случае, потому что там очень маленький спред. Который идет от цены ликвидации до цены банкротства. То есть в любом случае пользователя бы ликвиднуло. Если он ставит стоп-лосс выше цены ликвидации, то он просто его по стопам закроет и все. У него останутся остальные средства, которые были до ликвидации, на его счету. То есть почему люди не ставят стоп-лоссы? Я об этом говорю пять лет. Ну, об этом все говорят, наверное, уже лет сто, но суть от этого не меняется. Здесь на самом деле вот такой вопрос, а вот этот страховой фонд, то есть он формируется именно на случай каких-то жестких рыночных дампов там, или как вообще эта история происходит? Ну, мы же биржа, мы не CFD биржа, которая торгует против трейдера. Наша биржа, она сопоставляет продавца и покупателя, да? То есть наша задача и качество биржи определяется, ну, такой биржи, как наша, да, определяется тем, что мы должны предоставить хорошее количество продавцов и покупателей, так, чтобы у всех, если продавец хочет продать по этой цене, то мы должны найти покупателя по этой же цене, правильно? На малоликвидных монетах, естественно, это сложнее. То есть кто-то торгует там, самые маленькие щитки, там сложнее, там иногда у нас подключается маркетмейкер. Но в случаях там биткоин, эфира и крупных монет, там абсолютная органика. И самый большой пролив по битку за последнюю, там, за историю все было, мне кажется, в начале 22-го, по-моему, когда все начало лететь вниз. И там вы можете даже увидеть до, там, день до, сколько у нас было денег на страховом фонде и день после. То есть там сумма просто понижается, и все деньги, это автоматизированный процесс, то есть мы его не делаем вручную, там все вот эти деньги, они идут обратно на погашение минусовых балансов, получается. То есть если бы этого фонда не было, трейдер мог бы улететь в минусовой баланс, то есть, например, он мог бы ликвиднуться на тысячу баксов, но на самом деле цена пролетела на две. То есть у него минус был бы тысяча долларов. Мы же не можем этого позволить, чтобы у человека был долг. Поэтому эта тысяча долларов идет до страхового фонда и погашается на стороне, скажем, если мы говорим о покупателе, на стороне продавца эта сумма погашается. Как по мне, было очень понятно, и мне кажется, вот такая небольшая минутка финансовой грамотности, она крайне полезна. Скажи, пожалуйста, мы сейчас упомянули с тобой про маркетмейкеров, и помимо того, что первое обвинение идет в сторону биржи, есть ли у маркетмейкера какая-то выгода, чтобы людей чаще ликвидировало на фьючах? И много ли вообще сейчас маркетмейкеров работает с бэйбитом? Нет, немного. Я не знаю, сколько, но у нас немного. И маркетмейкеры работают по двум разным стратегиям. Кто-то работает на... Но это обычно... Есть маркетмейкеры, которые работают с биржами, то есть они должны поддерживать плотность стакана. То есть сделать, чтобы спред был минимальный просто. Да, то есть там определенные контракты у нас с ними, то есть они должны просто поддерживать ликвидность, то есть они не делают какие-то супербольшие ордера, чтобы манипулировать рынок или что-то такое. То есть там есть определенный контракт с биржей, они должны поддерживать ликвидность в среднем по цене, по стакану. Есть маркетмейкеры, они должны будут там продавать либо покупать по определенной цене, но это не работает у нас. У нас это работает только на обеспечение ликвидности. То есть ты имеешь в виду, что вот эти маркетмейкеры, которым гипотетически выгодно ликвиднуть, они особого отношения к Байбиту не имеют? Ну, мы просто не так давно записывали как раз подкаст с Алексеем из Гатбита, и получается, они просто управляют деньгами проекта. Как они там, какими распоряжаются, это, ну, Байбит туда не лезет просто. Да, то есть мы, например, когда листим какие-то монеты, мы должны узнать, какие маркетмейкеры с ними работают. Мы должны понять, какая договоренность с маркетмейкером, так чтобы, когда наши пользователи заходят на этот токен, их не слили. Ну, чтобы они допанули типа на 90% одной свечой. Мы приглашаем проекты листиться у нас, у них свои маркетмейкеры, мы должны понимать, как это работает, чтобы не было риска для наших пользователей. Вот, вот этот момент и был мне интересен. То есть идет ли все-таки у вас какой-то тоже такой договорничок с маркетмейкерами, что как бы вы тут делаете, что хотите, но только не жестите там условно слишком сильно после листинга или что-то такое, то есть такие правила все-таки есть? Не, ну мы одна из крупнейших бирж. Если бы мы были там топ-30, например, или топ-40 бирж, то там, наверное, они делают, что хотят. А у нас это очень легко отслеживается. Если бы у нас такая история была, нам было бы уже пипец, наверное. Не имеем права этого делать. То, что у нас же большая экосистема, у нас работают не только ритейл-пользователи, а торгуют у нас институционщики и брокеры, и это легко отслеживается, поэтому мы не имеем права вообще манипулировать никак рынком, конечно. Плавный переход как раз к следующему интересному вопросу. Расскажи, пожалуйста, откуда все-таки идет основной денежный поток Bybit? Если мы выяснили, что дело не в том, что кого-то размотало на фичах, и Bybit зарабатывает не на этом, откуда все-таки у Bybit деньги? Потому что, насколько я знаю, биржа-то довольно прибыльная. Ритейл. Ну, ритейл физлица считается. То есть, мы начинали и очень долгое время, я думаю, года 3,5, может быть, 4, привлекали только ритейл. Ритейл значит обычные пользователи, которые торгуют друг против друга. Можно предусторию немножко рассказать. Наш босс Бен Джоу, он выходец из традиционных финансовых рынков. Он работал на бирже xm.com, я не знаю, возможно, никто не знает об этой бирже, это крупная биржа, именно традиционная, и он, наш босс, нам очень повезло, он понимает, как работает экосистема. И что, чтобы создать океан, нужно туда завести много маленьких рыбок, которые будут друг с другом там. Ну, или это как рынок, да? То есть, ты приходишь, тебе нужны покупатели яблок, и нужны продавцы яблок. Туда заходит какой-нибудь конгломерат яблочный, не знаю, то тогда уже этот бедный ритейл, он не сможет зарабатывать деньги, да? То есть, сначала нужно создать здоровые отношения покупателей и продавца, и когда их уже много, и они уже могут друг с другом работать, покупать, продавать. Тогда уже можно привлекать институционных трейдеров, можно привлекать брокеров, высокочастотных трейдеров и все остальное. Мы в течение трех с половиной-четырех лет привлекали только ритейл. Все-таки хочется прямого ответа на вопрос, где, так сказать, ядро прибыли Байбит? То есть, это торговые комиссии или есть еще что-то? Нет. То есть, только торговые комиссии, это вот основной валовый продукт, соответственно, для Байбита. Хорошо, такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а почему именно ритейл-трейдеры? То есть, почему вы не сводите, так сказать, крупных институционщиков, чтобы они торговали на вашей платформе? Ну, потому что моя логика какая, что, типа, пришел институционал, там, один наторговал за 10 тысяч каких-то ритейл-трейдеров, условно. Ну, во-первых, когда большие объемы, они хотят маленькие комиссии, то есть, институционалы выбирают биржи, во-первых, на которых есть хорошая ликвидность, ритейл-ликвидность, потому что от кого они должны закрываться тогда. От другого институционала это как две акулы пытаются друг друга съесть, да? Ну, так не очень работает. Понятно, что я не хочу говорить о том, что сейчас всех ритейлов всех поедят, и они все потеряют деньги. Мне кажется, они так же друг об друга выходят, просто, мне кажется, там же все равно решает человеческий фактор. Просто один считает себя умнее другого и все такое прочее. Просто, ну, вероятно, да, если ребята управляют большими деньгами, должны быть чуть-чуть помнений. Ну да, это немножко сложнее, потому что большие институционные трейдеры выбирают высоколиквидные биржи, им нужны маленькие комиссии, и тогда там просто эта экосистема портится. Ну, во-первых, биржам меньше зарабатывает это раз, во-вторых, есть легальные какие-то риски, это два, потому что это обычно компании, которые регистрируются в определенных регионах, которые для нас являются высокорисковыми и все такое. То есть это более сложный клиент. Институционный клиент — это более сложный, не двигающийся клиент. С ритейлом намного проще. Грубо говоря, ритейлу вы можете навязать свои условия, давай будем говорить откровенно. То есть комиссии платите столько, торгуете так-то и все такое прочее. А институционал, он все-таки уже захочет непосредственно сам навязывать какие-то условия. Ну, если вот так прям, грубо. Да, да. На самом деле нам институционалы как таковые не нужны. Мы работаем с ритейлом, у нас, сейчас я вела лайвстрим, 30 миллионов зарегистрированных пользователей. А интересно, а какая цифра СНГ можно раскрыть? Три, ой-ой-ой, плохо так говорить, меня, наверное, уволят. Три миллиона пользователей с депозитов. Блин, ну это на самом деле неплохо. Это получается, если в СНГ, насколько я знаю, живет где-то 250 миллионов людей, это порядка одного процента людей имеют аккаунт на Bybit. Видите, это, ну как бы это серьезная цифра. Да, 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 но тут проблема в том, что очень большое количество населения страны не имеет доступа к интернету. Это там середина России где-то. Мы уже провели, мы делали анализ, где все эти пользователи сидят, так чтобы тоже их привлечь, понять, что им нужно, улучшить продукты и все остальное. Очень многие не имеют доступа либо к смартфонам, либо к хорошим компьютерам, которые дают им возможность торговать. Ну то есть, да, Россия еще... Блин, я не знаю, честно говоря, откуда у тебя такая инфа, что мне кажется, вот куда бы я ни приезжал, в какую жопу мира, в какую-то деревню, там маленький город, везде есть интернет. Касательно аудитории, слушай, по нашему опыту, больше всего в крипте это... Ну, кстати, здесь нет разделения, как по нашему опыту, там, Москва, Питер или регионы, плюс-минус равномерно разбито. Но это мужчины 20-45 лет. Мне интересно, это совпадает с вашим виженом? Да, это есть. У нас были большие цели для развития России. Я такая, где мы будем этих пользователей брать? Мы их рожать должны, что ли, или что? У нас там цели просто заоблачные. Вот, ну это такой инсайдик, честно. Понятно. Слушай, мы с тобой еще заговорили про регуляцию, да? Вот ты сказал, там, крупные клиенты, они находятся в сложных юрисдикциях, все такое прочее. Расскажи чуть больше про эту историю. Что вообще сейчас происходит с точки зрения регуляции? И, наверное, мы вставим сюда хайповый какой-то вопрос, да? Начнем с хайповых вопросов. Зачем биржи берут мои паспортные данные? Зачем я прохожу KYC и не пойдешь ли ты со своей командой через пару месяцев сдавать нас на логовую? Это очень популярный вопрос, Екатерина. Я тебе серьезно говорю. То есть на него надо прям серьезно ответить. Почему мы делаем KYC? Во-первых, с точки зрения безопасности каждого пользователя имеет смысл делать KYC. Первое, потому что хороший пример P2P. Будем все без KYC, то у нас не будет P2P, потому что все будут скамить друг друга и будет полный пипец вообще. Потому что у нас понятно, что у нас покупают KYC, мы пытаемся их там всех ловить. Но у нас это получается не так просто. Но если бы KYC не было, то был бы полный Армагеддон. Но если мы не говорим про P2P, говорим про традиционный рынок. Допустим, вот сейчас подписчик сидит, ну типа заберите KYC у тех, кто торгует P2P. От меня, Таня, я хочу покупать битки и не показывать свой паспорт, например. Ну для этого у нас есть Web3, Dex и все остальное. Просто если мы хотим защищать себя и защищать наших пользователей. Это отдельная история на самом деле философская, потому что мне эти регуляторы не нравятся. Мне кажется, что крипла должна быть революционной индустрией. Которой все должны уметь учиться сами торговать, управлять своими рисками. И не должен никто за них это делать. Но, к сожалению, тренд идет в другую сторону. Тренд идет в адопцию, регуляцию и все остальное. К сожалению для меня, я не люблю это. Я хочу, чтобы все было открыто. Ну как коммунизм или социализм. Ну ладно, расскажи, мы ушли немножко о теме. Расскажи все-таки нашим подписчикам, Зачем берется действительно KYC и что вообще биржа делает с этими данными? Ну биржа ничего не делает с этими данными, кроме как, если происходит какой-то фрод. По-русски сейчас скажу. Если кто-то кого-то скоманул, если кто-то украл у кого-то деньги, если у кого-то украли телефон, вывели средства и все такое. То есть человек может пойти в полицию, сказать, это мой аккаунт. У меня украли аккаунт. У него KYC на такой-то там Вася Иванов, я не знаю. Это сделано для защиты пользователей. Мы не ходим в налоговую предоставлять данные. А если они захотят к вам прийти сами? Да, пока не приходили, потому что у нас самые... Это на ютубе, конечно, рассказывать такая себе история. Особенно, когда у тебя много подписчиков и все смотрят. Ну короче, на других рынках, скажем, на рынке Европы, мы, если получаем лицензию, то мы соглашаемся с политикой этой страны, где, если они подходят, приходят к нам, запрашивают данные, мы должны будем эти данные предоставить. На рынке СНГ нету лицензий. Только в Казахстане там мы будем обязаны, если кто-то запросит, мы будем обязаны дать эти данные. То есть если вы пользователь из Казахстана, вы заходите на Bybit, вы соглашаетесь с условиями использования биржи, там все прописано, что у нас есть лицензия в этой стране. То есть ты хочешь сказать, что на текущий момент, в принципе, из России, в принципе, запросы правоохранительных органов не удовлетворяются, если они делают какие-то запросы в Bybit? Нет, они удовлетворяются только, если происходит какой-то скам пользователей. То есть если приходит полиция с официального сайта мид.ару, вот они говорят, что вот человек подал заявку в полицию, что-то с ним произошло, мы просим у вас данные, подтверждение там тра-ля-ля. Вот, и мы обязаны это дать, потому что, опять же, это делается для защиты наших же пользователей. Так, немножко заглянем с тобой в будущее. Это просто хрустальный шар, его не видно за камерой, но он показывает мне, что скоро-скоро в Российской Федерации примут закон, типа как в Казахстане, который зарегулирует криптобиржи. Ну, как бы, очевидно, это произойдет в течение одного-двух лет. Вопрос такой, что будет делать дальше Bybit? То есть вы же сейчас собрали паспорта и, по сути, как бы, ну, обладаете этими данными. Это не наша цель, собирать у людей паспорта и держать их. Ага, да. Что же мы теперь с ними сделаем? Я даже не имею, ну, то есть у нас никого нет, у кого есть доступ к этим паспортам. Там есть отдельный человек, который не имеет права разглашать данные никому, даже поддержки клиентов никому вообще. Вот, то есть, опять же, мы, нам нужны пользователи, мы зарабатываем с их торговых комиссий. Если эти пользователи обижаются, мы сливаем их данные, то они уходят, мы перестаем зарабатывать. Не, вопрос-то какой, что типа что будете делать с российским законодательством? Ну, реально, мне кажется, это уже прям очевидно, что, ну, пару лет это максимум, то есть там уже какие-то законы про регуляцию сейчас, насколько я помню, в Думе рассматриваются. И какая будет политика Бельбита? Как бы если этот рынок имеет бизнес-смысл, если мы зарабатываем хорошую прибыль с этого рынка, и когда накладывается лицензия, как это повлияет на нашу прибыль? Потому что возьмем, например, 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 пример с Голландии. Мы там получили лицензию, потому что Голландия разрешает торговлю на споте. И там можно увеличить комиссии на очень-очень-очень много, там в два-три раза. И мы посчитали, что если люди будут только торговать на споте с такой-то комиссией, то нам это прибыльно. Поэтому мы эту лицензию получили, теперь у нас только спот в Голландии. Если мы берем, пример, Англия, например, либо Франция, из которых мы вышли, из многих европейских стран нам пришлось выйти, Германия, то же самое. Там лицензия такая, что она ограничивает настолько, что ты просто не будешь получать никакую прибыль. Поэтому лицензии эти мы не получили. То есть мы всех пользователей забанили. До свидания, всего вам хорошего. Что будет с Россией, мы не знаем, потому что мы не знаем, какая лицензия там будет. Что она будет позволять? Будет ли она позволять деривативы или только спот? Мне кажется, вам разрешат делать все, что хотите, только слейте чуть-чуть данных нужных. Но вот мне интересно, какая вообще политика Байбита в этом отношении. То есть вот вы пришли в Европу, по-любому у них тоже были какие-то требования на этот счет. Мне вот даже интересно разобрать. Или может быть Казахстан. То есть какие требования вообще там выдвинул регулятор и насколько они были требовательны к тому, чтобы вы там, не знаю, по-любому тычку просто раскрывали все необходимые данные о пользователе там. Ну, самый популярный запрос, вот мы тоже разговаривали с юристом, Всеволодом Сазоновым, и обсуждали то, что вот, типа, вообще налоговый уже готовится к тому, чтобы каким-то образом там обкладывать эту вашу крипту налогами. Потому что что, ты купил битков, заработал денег и не поделился с государством. Это как бы не по-пацански получается. Но с другой стороны, плати налоги и живи спокойно. А я на самом деле, я вообще не против. Вот я из тех людей, которые говорят, дайте мне понятную базу, базу дайте, чтобы я мог заплатить. И мне было спокойнее, и всем было спокойнее. Сейчас даже никто не знает, потому что мне пишут люди, а нам было... Ну, то есть мы вам выгрузим, вам все выгрузим, вы идите в налоговую, в налоговые люди сидят, смотрят на все эти ордера, такие, что это такое вообще. Ну, давай вернемся к кейсу Казахстана. Какие вообще были требования? Вот это близкая к нам, на самом деле, республика, и часто там обкатывают просто всякие такие штуки. Самое ужасное, это если уберут фьючи. И можно ликвиднуться пару раз. Можно шортить и зарабатывать. Как он называется? Фандинг фи по-русски? Фандинг фи, да, да. Есть стратегия заработка на фандинге, да, да, да. А если не будет фьючи, то и фандинг фи не будет. Вот, но в Казахстане убрали фьючи. Честно говоря, я не слышал, я не знаю, какой там контракт, какая там лицензия. Честно, я не знаю, потому что у нас там, не думаю, что у нас там есть такое предложение, либо такой абзац, где написано, когда мы придем за паспортами, вы нам их отдадите. Ну, в общем, нету такого, что типа вы там должны передавать какие-то данные в налоговую или что-то из этой серии. Нет, но вы должны иметь, просто я как пользователь, да, мне кажется, я даже не имею права это все разглашать, потому что, во-первых, у меня нет компетенции, это раз. Ну, давай будем двигаться в рамках того, что, то есть я понимаю, что юридическая история, да, это не совсем как бы с твоей стороны, ты все-таки больше там хед-менеджер по развитию СНГ, вот, но насколько ты обладаешь информацией? Я просто хочу сказать, что весь, весь рынок идет в сторону регуляции. Мы не идем в сторону DeFi, DEX и всего остального. Очень многие пытаются двигаться в сторону DEX, но тенденция, особенно после FTX, скажите спасибо, не нам, скажите спасибо FTX. Когда случился FTX, все это началось, вся эта жесть. Когда начали всех регулировать, когда начали всех лимитировать там и все остальное, потому что, если бы люди не потеряли миллионы и миллионы и миллионы долларов, это не было бы так строго. То есть, это проблема не только пользователей, но это проблема и наша. Мы хорошо работали, все было нормально. Мы были свободны и пытались делать классные вещи. Теперь нас всех зарегулируют, пришлось из кучи рынков уйти, но вы должны просто готовиться к тому, что это, эта история и торговля, она не будет нерегулируема. Через лет пять, мне кажется, все будет под лицензиями и вам нужно будет готовиться отдавать свои денежки в налоговую. Просто примите это как факт и будет все намного проще. Если вы готовы платить, сколько у вас там процентов в России? 17? Не знаю. Уфс. Вы знаете, вот возьмем Голландию, если бы Голландии разрешили деривативы, они бы плакали от радости и платили бы налог. 40%. Просто люди из СНГ... Они такие хаслеры-темщики. Они не хотят платить налоги. Ну, извините, что поделать? У нас очень много пользователей. Мы бы хотели, чтобы эта биржа продолжала работать. Я хочу здесь работать еще много-много лет. Если нас прикроют из-за того, что мы не хотим платить налог 13%, это же глупости. Просто это, знаешь, мы не хотим давать свои данные. А почему? Вы что, кого-то скамите? Вы что, у кого-то своровали деньги? Если вы не делаете ничего плохого, то почему? У меня есть ответ на этот вопрос. Сразу скажу, он не относится ко мне, потому что я абсолютно к этому лояльно отношусь. Но я думаю, что многие люди находятся в непонимании того, насколько они неинтересны государству со своей тысячи долларов на байбите. Причем, что этот вопрос, он реально задается людьми, как ты понимаешь, у которых депозиты, как правило, такие. У кого-то пара миллионов есть, они все прекрасно понимают, что тут можно вывести, тут соптимизировать, тут, не знаю, в крайнем случае поедь себе сделай ВНЖ другой страны и открой KYC, не знаю, не на Россию, а на что-то другое. И так далее. То есть много разных схем. И фишка здесь в том, что, как правило, просто люди, они немножко как-то, может, у них ЧСВ как-то раздут, они думают, что там сидит на логовик и прямо за ними бдит. Я сама не люблю этим всем заниматься, просто, во-первых, потому что это хассел, который мне нафиг не сдался. То есть я привыкла, что в крипте все просто, ты там наторговал, ей вывел, заплатил. Торганул на фичах, купил ламбу, ей довольны. Ну я к чему? Потому что, да, это просто неудобно. Если вы не с камерой, вы не хотите кого-то украсть бабки, то, в принципе, наверное, лучше платить на боге, чтобы все было хорошо. Расскажи, вот это лично мне тема интересная, как так получилось, что Bybit осталась единственная биржа из, как-то сказать, лидеров рынка, на которой остался P2P. То есть Binance, Ockex, все убрали P2P-шку для Россиюшки-матушки. И вот как Bybit обошел эти санкции или у вас там какие-то определенные лицензии, или это из-за того, что вы как раз таки не работаете с институционалами, или у вас там есть какой-нибудь треш-мнеш на местном уровне. Расскажи нам, пожалуйста, поведай нам тайны. Стратегия глобальной компании была в сторону севера, юга, запад, востока, в плане России, СНГ, и не в сторону запада, в плане Европы и Америки. Потому что Binance вышел понятно по какой причине. Они сначала вышли, а потом их хлопнули в Америке. То есть, грубо говоря, у вас просто там, грубо говоря, есть, как говорится, два стула, да? То есть у тебя один стул, либо ты больше за восточный мир, да, второй, соответственно, за западный. Мне кажется, это нам безумно повезло, потому что мы изначально поняли, что нужно выбирать те страны, которые будут, ну, тут стратегия просто. Какие-то биржи выбирают там работать с Америкой, потому что, насколько я знаю, я не знаю, факт это или нет, но OKX тоже пытается получить лицензию. В Америке. Это неподтвержденная информация, но они выбирают больше западный подход. Ну, потому что там больше всего денег считается, что это, типа, самая торгующая просто аудитория, да, да, да. Потому что, когда мы еще были, там, в 2019 году у нас были американские клиенты, когда у нас не было KYC, там нереальные объемы. То есть, они торгуют, они знают, как это делать, там даже ничего не делать не надо, они просто торгуют, такие, не трогайте нас, дайте нам ликвидность, движок и все остальное. Идеальный рынок. Потом нам пришлось выйти. Мы вышли, и это просто, наверное, повезло, и мы сделали, босс сделал правильное решение, что он просто вырезал всех пользователей, и в итоге нам просто повезло. Никто же не знал, что случится, это санкционная фигня, вот, и нам просто повезло, мы на это все смотрели и поняли, видим, как всех начинают чикать просто по всем фронтам, а нас не чикают, потому что мы выбрали такие страны, как СНГ, например. А влияет ли на это, вот, как раз-таки, эта история с институционалами, про которую мы с тобой вначале говорили, что, грубо говоря, если ты больше завязан на институционщиках, то у тебя там больше каких-то юридических проблем и так далее, и как раз-таки, вот, появится из-за того, что ритейл, типа, у вас больше каких-то таких пространств для маневра, я бы так назвал. Да, потому что институционщики сидят в разных странах. Если ты хочешь привлекать институционщиков, тебе нужно, ну, большое поле. Тебе нужна вот эта страна, вот эта, вот эта. Тебе надо развивать те страны, в которых наибольшее количество денег. А это те страны, в которых мы решили не делать лицензию. Англия, Америка, Европа, то есть там сидят институционщики. И мы, ну, у нас они есть, они там регистрируются где-то в Дубаях, там, не знаю, в тех странах, в которых мы можем их, ну, дать им сервис, да, предоставить им наши продукты. То есть это не самый крупный наш клиент, для нас ритейл самый важный. Если институционщики отвалятся, ну, окей, будем мы в третьем, в топ-3, в маркеткапы, ну, и ладно, окей. Потому что мы начали привлекать институционщиков, только чтобы выйти там в топ-2, в топ-1 маркеткап. Так, друзья мои, небольшое отступление. Если вы занимаетесь криптой, если вы хотите развиваться в этой теме и зарабатывать на бычьем рынке 24-25 года, крайне рекомендую вам перейти в наш телеграм-канал, подписаться, конечно же, там очень много полезного контента по 100, плюс я делюсь своими сделками, записываю вам подкасты, обзоры рынка и так далее. Ссылка на телеграм-канал находится под этим видео, переходите и подписывайтесь. Следующий вопрос у меня по поводу токена Mantle. Хочется очень от тебя услышать про взаимоотношения Bybit с этим токеном, потому что он по официальной позиции вроде не токен биржи Bybit, не биржевой, но вроде там основатель Бен и в Bybit основатель Бен. И плюс все движухи, типа там лаучпады, лаучпулы, вот эти айдиошки и все такое прочее, то есть везде используется МНТ. То есть хочешь там, чтобы тебе что-то насыпали, стейк МНТ. Хочешь это, МНТ. Хочешь это, МНТ. То есть везде МНТ, где есть Bybit. Но это не токен биржи. Расскажи, пожалуйста, что там за история и почему Bybit открещивается от МНТ. Мне кажется, это легально просто безопасней. Хотя я не знаю. Это легально, да, безопасней, потому что если что-то пойдет не так и пойдет такой медвежий рынок, где все нафиг обвалится и все продадут Mantle, а кто-то ликвиднется или придет какой-нибудь крупный чувак и всех ликвиднет, это будет не легально не на стороне биржи. То есть это две отдельные компании, Mantle не, Бен не владелец Mantle. Кстати, на крипторанке он указан как фаундер. Владелец Mantle, то есть главный директор Mantle, это бывший основатель Bybit. Их там 4 человека. В Bybit остался только один, все остальные пошли по разным проектам. И Mantle сейчас ведет основателей Bybit, но этот человек не работает в Bybit уже тоже достаточно давно. Просто эти люди друг с другом дружат, работают, они же начали с BitDAO, BitDAO не получился, потому что началась бычка. Медвежка может? Медвежка, sorry, да. На бычке что-то не получилось, это такое, я сейчас не слышу. На бычке не может получиться, все. А тут не получилось, да, потому что началась медвежка, и в итоге они решили переквалифицироваться. На Mantle сделали Layer 2, блокчейн и все остальное. Но там проект более перспективный, то есть там отдельная команда, они все разбираются в Layer 2 и делают всякие классные проекты, к ним приходят. И единственное, из-за чего, насколько я поняла, нам как объяснили, почему они решили интегрировать... Вот, это был мой главный вопрос. Типа, почему вы не выбрали какой-нибудь оптимизм или орбитрум или еще какое-нибудь Layer 2 решение? Ну, потому что это было конкурентно, потому что они друзья, во-первых, два фаундера, они друзья, первое. Во-вторых, это конкурентное преимущество Mantle, то, что если проекты идут строиться на Mantle Network, на Mantle блокчейне, у них есть возможность листинга на Bybit без каких-то требований. То есть им не нужен тренинг, и из-за этого, чтобы доказать этим проектам, что Bybit действительно работает с Mantle, они сделали все вот эти монетки туда на сумму. Блин, ну на самом деле, на самом деле интересная бизнес-модель, учитывая, что листинг на бирже мероприятия не дешевые, еще там надо доказать, что ты не хороший человек. Да, Mantle тоже скринит проекты, то есть они первый уровень, который скринит проект, который строится на Mantle. Они их скринят, какая у них аудитория, есть ли она помогает, там где-то экспертиза, все дела. Потом, когда этот проект готов, его можно сразу же напрямую листить на Bybit'е. Я тебя понял. Хочется, ну то есть, если кто-то строит свой проект, идите на Mantle, потом сразу же получите входной билет, получается, на листинг на Bybit'е. Вот так. А скажи, какое место занимает сейчас Bybit в мировой торговле и в СНГ? То есть, какие сейчас позиции, если мы говорим про лидерство среди бирж на СНГ аудиторию и в мире? Ну там, по объему торгов, наверное, лучше мерить. Да, по маркеткапу глобальному мы на третьем месте, после Binance и UKX. А на СНГ мы на первом месте. Ну там нет такой статистики, то есть ее в общем нету, я знаю просто внутрянку, что мы на первом месте, ну, наверное, около 70% объемов СНГ. Это мощно, это по сути вы уже, вы уже такой прям этот, как-то монополист, можно сказать, но это реально прям. Конечно, мы работали для этого очень сильно и старались, и я просто долго над этим работала, ну вот, все силы потратила, уже устала. Но нам просто повезло, мы были в правильное время в правильном месте, потому что, когда случилась ситуация с Binance, мы были единственным вариантом. А вот сейчас немножко провокационных вопросов, Екатерина, будет вам. Почему вы повысили комиссии? На спотовую деривативную торговлю. Очень много было вопросов от наших любимых подписчиков, и многие связывают это как раз таки с тем, что мы сейчас обсуждали, что Bybit стал монополистом, биржа-то в крае охренела, и вообще хочет нажиться, обнаглела, хочет нажиться на бедных юзерах. Вот расскажи, пожалуйста, для наших дорогих подписчиков, почему эта биржа подняла комиссии? Просто потому, что она жадная и меркантильная, или что-то еще есть? Я, знаешь, тоже, опять же, со своей точки зрения, пять лет я тут работаю, горбачиваюсь, конечно, неуважительно, работаю очень сильно стараюсь. Можно я сейчас небольшую ремарочку сделаю? Просто я, когда был в Сингапуре, я знаю, как работает Катя, поверьте, если вы думаете, что вы работаете, вы, блядь, не работаете. Я просто не буду рассказывать все истории, но просто даже по моим меркам работоспособности, хотя я считаю себя достаточно работоспособным человеком, ну, то есть Катя, Катя удивляла даже меня. Мы, я говорю, не будем сейчас это все в эфир выводить, но просто, типа, продолжаем про комиссии, да. Когда мне об этом сказали, я просто тоже сидела, такая, что? Подождите, что? Все уменьшают комиссии, мы увеличиваем. Да, это было еще как раз, по-моему, это еще не бычка даже была, это еще там биток был, типа, тысяч по 30-40, по-моему, что-то такое. Я вспомнил, я катался на горнолыжке, это было что-то 14-го там, или какого-то 20-го февраля, то есть это было начало февраля, короче. Я прям вспомнил этот момент, я ехал на подъемнике, и мне там начали спамить в личку просто там, типа, комиссии, 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 набайбите, что, почему, как? Помню, как ты нервничала, я сама нервничала, но почему это было сделано? Первое, потому что к нам пришло столько пользователей с Binance и с других бирж, случилось несколько инцидентов с другими биржами, откуда все пользователи пошли к нам. Я очень это ценю. Но рынок СНГ, я знаю это все изнутри, самый требовательный рынок по уровню сервиса, потому что у нас самый, ну я там в банках, опять же, обсуждаем банки, у нас лучший сервис в банках, лучший сервис в ресторанах и все остальное. Когда к тебе приходит там 10x пользователей, то твой саппорт начинает увольняться. Вот. У нас просто произошел полный оверлоуд, люди работали там по 7 дней в неделю, по 20 часов, потому что они не могли просто справиться, и до сих пор эта проблема существует до сих пор, потому что прошло уже, с тех пор, как Binance случился, прошло уже месяцев 8. Я сразу тебе скажу, Кать, я-то в теме, но объясни, пожалуйста, что ты подразумеваешь под словом support, потому что долгое время на Байбите не было этого лайфчата. Ну, я понимаю, что такое support. Лайфчата не было, то есть он запустился не так давно заново. Да, то есть там таймлайн-то как раз и логичный, потому что когда случилась ситуация с Binance, они вышли из русского рынка, к нам пошли все эти клиенты, все требуют, там, а дайте мне это, ну, то есть наши клиенты, они очень требуют, в сравнении с другими рынками. Ну, у нас топ-1 по требованиям вообще по сервису. У нас был жесткий overload по support, потому что подключили английский support, то есть у нас есть русскоговорящий support, поддержка клиентов, их подключили англоговорящий, перевод плохой, никто ничего не понимает, короче, был полный пипец, произошел overload, и у нас было принято решение просто закрыть лайфчат. Потому что зачем нам вообще эту проблему, когда ее просто можно убрать? Ну, нет, это не так, просто там приходили имейлы, и там люди просто сидели, разбирали имейлы, потому что лайфчат там, ну, было тяжело. Его закрыли, в итоге думали, думали, они еще месяц думали, что с этим всем делать, открывать лайфчат мы не можем, мы начали нанимать support. Нужно было там в 10 раз больше, больше support на СНГ, в 10 или в 20, я не понял, но там очень много нужно людей. Ну, просто даже сейчас я вот просто в голове прикидываю, ты говоришь, 3 миллиона людей с депозитами пишут в лайфчат, то есть как бы это сколько просто народу надо, чтобы это все обслуживать? 20 процентов, а из них, я тебе вот клянусь, из 3 миллионов человек, там не 20 процентов пишут в лайфчат, а 120 процентов. Вот, потому что это рынок СНГ почему-то, вот на английских рынках такого нет, они сидят, торгуют, о, что-то у меня случилось, напишу-ка я им, а 7 дней ждать, окей, и просто, то есть это, это работает по-другому, культура другая, я не пытаюсь никого там обидеть. Не, ну как бы у нас просто наоборот, это же классно, что у нас люди просто привыкли, что все решается быстро, как бы, в Европу ты приезжаешь просто там, типа, у нас съезд, мы не кормим тебя, кафе закрыто, то же самое же ты в России, там, у тебя чуть ли не круглосуточно, тебя накормят. Да, уровень сервиса у нас очень хороший, я очень горжусь этим, просто мы пока что на этот уровень выйти еще не смогли. Ну продолжай, да, вот эту историю с наймом-то, в итоге, да что с наймом-то, расскажи нам, куда пошли наши комиссии, мы требуем пояснений. В январе они решают нанимать там 20х от людей, которые были. Найм саппорта занимает не месяц, то есть ты пока отберешь там заявки, интервью, все такое, когда кто-то подходит, ему нужно учаться, потому что они же не знают внутрянки, им нужно очень-очень-очень хорошо знать продукт. То есть там обучение идет 4 месяца. Ну да, здесь просто я еще от себя вставлю небольшую ремарочку, потому что вот мы, например, привлекая к себе различного рода сотрудников, маркетологов, там операционного директора, поддержку, то же самое и так далее, очень сложно найти человека, который в принципе в теме крипты. То есть я не знаю, какой у вас здесь подход, но тебе нужно, ты берешь человека с рынка, тебе нужно потратить время, чтобы его погрузить в крипту. А для большей части людей погружение в крипту, оно вот нужно прям с полного нуля, и будем честны, но это не самая простая тема. То есть если мы говорим не то, что там типа зайти, типа buy sell нажать, да, а чуть глубже копнуть, то получается, что как бы я просто понимаю, какая это боль. То есть типа мне вот тоже приходится, ну для понимания там людям платить, грубо говоря, 2 месяца просто зарплату и ждать, пока они, блядь, въедут в тему. Потому что других вариантов у меня особо нету. Да, такая же история. То есть тут же еще, как это работает? У нас свои там требования, у нас свои стандарты, ты пока этих людей найдешь, занимает 2 месяца. Потом их обучаешь, занимает еще 4 месяца обучения. До того, как они могут выйти в лайвчат и начинать там что-то, о, я не понял твой вопрос. Ну то есть они же должны выйти с хорошим уровнем сервиса уже. То есть это занимает полгода. При этом, ну как бы на других рынках не нужно столько саппорта, на нашем рынке нужно столько саппорта. Поэтому комиссии было решено увеличить, чтобы мы смогли зарабатывать больше. А о скольких сотрудниках идет речь? Вот скажи, сколько сотрудников саппорта нанимается сейчас в лайвчат? В цифрах можно эту инфу? Я думаю, разгласить, у меня ничего нет такого. Нам пообещали 50, но тут проблема в чем? Проблема в том, что мы сейчас наняли 10, 5 пришлось уволить. Потому что они недостаточно хороши. Позовем, у нас есть в людях, я думаю, опытные какие-то аудитории, криптонофы вообще. Вы хотите, чтобы они были в Синге? Или это какая-то дистанс? Да, там проблема еще. Наша политика компании не разрешает ремоут работу. Дистанс, типа? Да, и удаленку они сейчас не разрешают. Они всех отправляют в Грузию, потому что Грузия дешевле. Мы сейчас работаем над тем, чтобы разрешить удаленную работу. Но удаленная работа означает, возможно, хуже сервис и, возможно, хуже контроль. Вся поддержка Тинькова работает удаленно из дома, насколько я знаю. Да, но мы над этим тоже работаем и пытаемся убедить наших... Блин, если будет удаленка, вы просто попросите всех своих партнеров. Мы сейчас про это отдельно поговорим, про партнерочку Bybit. Просто попросите всех, типа, зашилите нам форму какую-нибудь Google. Вам там наберут 50 человек удаленно адекватных 100%. У нас есть реферальная программа для сотрудников. То есть, если ты партнер, ты приглашаешь людей, которые проходят 3 месяца испытательную работу. Ну, да, да, да. Получаешь какую-то там, типа, 2 тысячи долларов или что-то типа того. Но я не хочу, я не хотела об этом говорить, потому что сейчас всех отправляют в Грузию, мне это не нравится. Я хочу, чтобы была удаленка. Я над этим работаю. Потому что зачем? У людей там, может, дети, не знаю, там, бабушки, дедушки, родители и все остальное. Зачем им переезжать? Но я тоже над этим работаю. То есть, это все очень медленный, очень корпоративный и очень грустный, ужасный процесс. Я терпеть это не могу. Но, поверьте, мы в курсе и мы стараемся. Мы стараемся. То есть, мы над этим работаем, вся команда над этим работает. Русскоговорящая команда в Bybit это самая эффективная и самая трудоголичная команда, потому что мы болеем за наш рынок и мы хотим, чтобы всем все было хорошо. Поэтому мы увеличили комиссии, чтобы просто хотя бы платить за этот сервис, который мы сейчас предоставляем. Но, что я хочу сказать еще. Люди очень хорошо смотрят на увеличенные комиссии, но они не смотрят на уменьшенные комиссии, которые мы добавили после ВИП-4. То есть, если ты там скальпер, если ты торгуешь очень много и комиссии для тебя очень важны, ты торгуешь на пяти минутках фьючами, там как-то суперактивно, то скорее всего, ты будешь на уровне, выше уровень ВИП-4 и там комиссии самые низкие по индустрии. То есть, мы не только увеличили их, мы еще и уменьшили от уровня ВИП-4. То есть, до ВИП-4 у нас комиссии повысились, после ВИП-4 комиссии самые низкие в индустрии. Вы можете проверить любую другую биржу, у нас самые низкие комиссии. Для суперактивных трейдеров, для скальперов, которых действительно это прям критически важно, они иначе уйдут. Да, друзья, мы вам оставим обязательно ссылку под этим видео, сможете зайти, посмотреть, ознакомиться с комиссиями. Мы все ссылочки потом соберем, которые были упомянуты, я оставлю. Но если у вас нет аккаунта на Байбите, вы уже знаете, что ссылка под видео и со всякими там бонусами и прочим. Кать, следующий у меня вопрос к тебе про то, почему Байбит раздает деньги своим пользователям. Лаунчпулы, лаунчпады, айдиошки. Ну, то есть, это же просто, по сути, бесплатные деньги. Расскажи, пожалуйста, как вообще эта индустрия устроена и почему Байбит раздает деньги, откуда они вообще там появляются. Когда к нам приходит проект за листингом, у них есть свои бюджеты. То есть, есть механика листинга, например, когда биржа берет деньги за листинг, то есть, приходит какой-нибудь ноткоин, да, и говорит, вот, листите нас, пожалуйста, мы вам дадим очень много денег. Они говорят, окей, кладут себе деньги в карман, листят этот проект. Мы так не делаем, то есть, опять же, от проекта требуются бюджеты в этом токене. Ноткоин нам, ну, то есть, любой проект, неважно, просто ноткоин. Ноткоин выходил, я там что-то, по-моему, господи, на косарь, что ли, я что-то там, наложили мне этих ноткоинов. Ну, на тысячу долларов, в смысле. Сейчас, кстати, он уже двоих сапал, он думал, потому что он уже две стало, и давно не смотрел. Да, я просто тоже эту всю историю очень активно рассказываю на ютубе, там, в телеге, и, естественно, сам все эти кнопочки тыкаю. Тут надо понимать, что мы не раздаем деньги, чтобы опять как-то там злобненькое сделать. Нет, то есть, проект приходит, они нам дают бюджет в своих токенах. Мы не кладем этот бюджет себе в карман. Мы этот бюджет раздаем обратно на аудиторию. То есть, есть лачпулы, лачпады, айдиошки и все остальное. Ты там кладешь определенную сумму, ты либо можешь выиграть рандомно, либо ты можешь выиграть стопроцентно эту сумму, ну, или там при марке то же самое. Мы, наверное, просто сейчас, чтобы ты все не объяснял, у нас, друзья, есть ссылочка в подсказках оставим там все вот эти способы безрискового заработка на бейбит, там их порядка пяти штук. Вы просто посмотрите, изучите, и если не пользуетесь, ну, прям, я бы крайне рекомендовал, потому что такой заработок на крипте, в котором нет абсолютно никакого риска. То есть, по сути, это проекты пришли и за маркетинг себе отдала, в общем-то, пользователям, таким образом привлекав новых пользователей, да, и продвигая непосредственно сам проект. Да, то есть, это просто нажимаешь две кнопки и следишь за... Ну, то есть, нужно иметь баланс какой-то на счету для ланчпадов, например, нужно иметь баланс, чем больше у тебя баланс на счету, тем больше тебе насыпят этих токенов. Ну, то есть, да, это не наши деньги, просто кликаешь на одну кнопку и потом, когда идет листинг проекта, ты продаешь по цене, по которой тебе нужно. Все. То есть, ну, и, например, не по 100 икс. Да, в смысле, ну, сейчас есть икс истории на 10-15 иксов, там, правда, есть принцип этой лотереи, но она беспроигрышна, то есть, ты там на ID-ошке положил типа 300 долларов, соответственно, если у тебя выпал билет, ты там, у тебя 300 превратились типа в 3000, да, а если билет не выпал, тебе вернули 300. Ну, как бы, тоже, по-моему, довольно неплохая история. Будем, наверное, переходить к последнему вопросу именно про биржи, потому что у меня есть к тебе там еще личные вопросы про партнерку там и так далее. Скажи, пожалуйста, какие планы у Байбита на 24-25 год? Вот как бы ты охарактеризовала то, какой вижен вы сейчас имеете? Ну, у нас боссы хотят, чтобы мы стали топ-1. Обошли Binance? Обошли Binance? Зачем? Как ты вообще считаешь, насколько это реальная история? Вот без каких-то там приукрашиваний и так далее. Но все-таки у Binance много, я так понимаю, еще и институционалов, и объем торгов, и как бы сама вот эта подушка ликвидности, она сильно выше. Я не знаю, зачем это делается, но хотят, хотят быть в топ-1, хотят всех быть хабом для всех-всех-всех-всех-всех разных пользователей институционных и ритейл, и тех, кто торгует, и тех, кто покупает NFT. То есть они хотят делать все для всех. Для этого там нанимаются люди. Сейчас у нас куча этих разных офисов, где всякие интересные штуки происходят. Не знаю, насколько имеет смысл выходить на топ-1, при том, что происходит вся вот эта регуляторная жесть. То есть зачем сейчас? Надо было раньше. Вот. Ну, это политика компании. Они хотят, где возможно, увеличить пользовательскую базу, там и увеличить. Экспертизу, делают стримы, обучают людей. То есть хотят быть в топе, наверное, как минимум два. Ну, а дальше давай, чтобы тебя не мучить, могу тебе задать следующий вопрос или тебе еще что сказать? У веб-3 у нас мы сейчас большой делаем акцент на веб-3. Это все, что связано, то есть, грубо говоря, в приложении Bybit, там кошелечек некостодиальный, да, получается, сит-фразы, вот это вот все. Как метамаск, да, как метамаск. А что, ну, просто пояснил, кстати, этот момент, что-то я ни с кем на эту тему не разговаривал, может быть, ты мне пояснишь, для чего биржи делают это решение именно с веб-3, то есть это популярная история, она сейчас есть, наверное, практически у каждой биржи, там более-менее крупной. То есть, с какой целью, типа, привлечь новую аудиторию просто этим решением или есть что-то более глубокое? Ну, я не буду говорить про новую аудиторию, да, потому что мы все равно регулируем ее биржам. Ну, да, как бы, типа, если ты пришел на Bybit, ну, ты скорее метамаск скачаешь или там Trust Wallet, я просто не совсем понимаю. Это если пользователь не, то есть, если он не хочет быть KYC-пользователем Bybit, если он не является пользователем, но это все равно, да, в течение новых пользователей, если они по IP не в, запрещенных странах, то они все равно могут пользоваться хотя бы платформой Web3. Так вы там не зарабатываете комиссии, как я понимаю, то есть, я поэтому и спрашиваю, типа, логика. Просто, больший рейндж продуктов, у нас же очень много продуктов, с помощью которых мы не зарабатываем деньги, там, earn и все остальное. То есть, это для того, чтобы просто, мы надеемся, что если люди придут на Web3, и им так понравится у нас, то, возможно, они захотят сделать KYC и пойдут торговать в ЮЧИ. Ну, типа того. Чем больше у тебя продуктов, тем больше у тебя охват, тем больше у тебя в итоге потом конверсий в активных трейдеров. Логика в этом есть. Логика в этом есть. Понял тебя. Переходим дальше. Следующий блок вопросов, он будет про партнерскую программу. Понятно, что я ответы на многие вопросы знаю, но хочется, опять же, я вот не видел этой инфы нигде на Ютубе. Расскажи нам, пожалуйста, что такое партнерская программа с биржами? Почему все так активно зовут регистрироваться по своим ссылкам, и я в том числе? Как вообще эта история работает? Подскажи нам, пожалуйста. Изначально биржа зарабатывает с активных трейдеров. Если человек пришел, ну и так как это крипта, и раньше, то есть, например, сейчас ликвидность, точнее, волатильность маленькая, небольшая, флет и все остальное. Раньше, когда волатильность была нереальная, люди больше, чаще ликвидировались. Задача биржи увеличить жизнь каждого пользователя на бирже, чтобы он торговал дольше, зарабатывал дольше, платил торговой комиссией дольше. Правильно? А если человек ликвиднулся, и он не понимает, как это работает, и он потерял все свои деньги, если так происходит, к сожалению, это не в нашей выгоде, потому что, опять же, мы с этого не зарабатываем. Наша выгода это увеличить как это? Lifetime value. Жизнь клиента. Да, наша задача увеличить жизнь клиента так, чтобы он торговал не 3 месяца, 6 месяцев, а, например, год-два года. Мы это сделать самостоятельно не можем, потому что на это нужно очень-очень много ресурсов, и ресурсы должны быть очень сильно диверсифицированы, потому что пользователи разные, то есть надо лекции, обучалки, все это делать разное, а мы не институт, мы биржа, то есть у нас другая задача. Для этого была сделана партнерская программа, которая позволяет экспертам в крипте поддерживать и увеличивать с помощью своего влияния LTV каждого трейдера. То есть ты, например, разбираешься, как нужно торговать, ты торгуешь определенные там какие-то фьючи, либо спот, либо у тебя определенные монеты, там только 5-7, либо у тебя только опционы, либо, ну ты понял, да, у тебя своя нитка, ты в ней хорошо разбираешься, ты можешь помочь бирже обучить пользователей безопасно торговать так, чтобы он торговал долгое время на бирже. То есть чем больше у нас таких партнеров-экспертов, тем больше у нас возможности увеличить вот этот LTV каждого трейдера. И, естественно, поэтому мы платим этим людям там до 50% комиссий, потому что они держат, они делают работу не только к привлечению новых пользователей, но и удержание этих пользователей без ликвидации на бирже, получается. Да, есть такие персонажи, которые там заходи, дают какие-то дурацкие сигналы, это было мало, да, у нас есть такие инфлюенсеры, которые типа людей загоняют непонятно куда, мы с ними инфлюенсерами работаем, но в основном, да, у нас очень хорошие друзья, товарищи, партнеры, которые разбираются намного лучше меня в трейдинге, я не разбираюсь, потому что я занимаюсь другими делами. То есть, задача партнера это привлечь новых пользователей и обучить их торговле. А кто у нас может стать партнером Байбита? Блогеры, владельцы каналов, владельцы, ну или лидеры комьюнити по торговле и по криптоконтенту, считать так. То есть, вы не предъявляете каких-то таких особых требований, вот строгих, условно, если у тебя есть какая-то аудитория, ты можешь стать партнером Байбита. Поэтому мы не платим в основном партнерам какие-то зарплаты, как многие другие биржи платят за контент или зарплаты. То есть, у нас партнеры не сидят на зарплатах. Почему это сделано? Это сделано потому, что если этот человек имеет крупные социальные сети, но у него какой-то контент, мы не можем тоже за всеми следить, правильно? скринить каждого партнера, делать с ним там контракты, вот ты можешь вот это говорить, а это ты не можешь, потому что это нехорошо для пользователей. То есть, там органически это все происходит. Если блогер делает некачественный контент, либо, ну, нехороший контент, по его ссылке никто не пройдет, и получается, он в любом случае не будет зарабатывать, и он отвалится автоматически сам. То есть, если он делает плохой контент, если его пользователи не торгуют, либо ликвиднулись из-за него же, не послушали его, либо там, ну, не знаю. Ну, либо он их каким-то образом ликвиднулся, там, заставил купить какой-то щиток условно. Получается, это по теории игр, получается, ему невыгодно, так скажем, обманывать вас, вам невыгодно обманывать его. Да, то есть, он с нами работает только люди, которые действительно обучают людей торговать, эти люди у них торгуют, надеюсь, не ликвидируются, и надеюсь, они зарабатывают деньги, и все, и этому партнеру, то есть, мы финансируем людей, которые делают хорошие вещи для нас, то есть, люди обучают, например, как партнер, партнер обучает, как нужно торговать, он зарабатывает деньги, то есть, он проделывает этот труд, он органически зарабатывает деньги. Если человек кого-то завел в какую-то дыру, ну, до свидания, он не зарабатывает деньги, платить мы ему не будем. Поэтому у нас строгая политика ни оплат, ни оплаты за контент, ни каких-то там зарплат и всего остального. То есть, какого-то ограничения по аудитории в целом нет. А давай, может быть, мы прямо в видео пригласим людей стать партнерами Bybit, и вы можете нам написать поддержку с какой-нибудь меткой типа там партнер Bybit, вот, и мы вам схемим дальнейшие инструкции, так сказать, сделаем connection с Катей, и вы сможете стать партнером Bybit. Скажи какие-то, Катя, адекватные ограничения, ну, то есть, чтобы люди совсем там какой-то маленькой аудитории не писали, то есть, от каких цифр вы работаете? Ну, мы стараемся работать от 500 подписчиков на либо YouTube, либо Telegram, либо что-то у вас еще, от 500, потому что я менеджер по партнерке. И люди приходят ко мне, задают вопросы, как нужно работать, там, мои пользователи, мои промо-акции. Давай мы скажем от тысячи, от тысячи. Хватит от тысячи. Не надо тебе эти 500, Катя, не надо. Не, ну, серьезно, да, если у вас есть там от тысячи подписчиков в Telegram, на YouTube, либо, может быть, у вас, я сделаю здесь небольшую огорку, может быть, у вас группа на 100 человек, но она там, не знаю, ваша закрытая, лояльная, это ваши друзья, и вы хотите вот с этой всей истории зарабатывать на Bybit. Напишите нам в поддержку с пометкой вот партнер Bybit, да, так и напишите, и мы вам там дальше уже всю эту историю пришлем. Вот, потому что я знаю людей, у кого есть там комьюнити типа на 100 человек, но это сидят там какие-то, типа, знаешь, там прям кореша трешь-мнешь, и они, собственно, торгуют очень плотно. Хорошо, скажи, пожалуйста, а как ты считаешь вот в текущий момент, когда уже, ну, просто из всех щелей летит Bybit, 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 регистрируйся, ссылка моя, 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 есть ли вообще смысл становиться партнером Bybit или уже поздно? То есть, есть ли у вас люди, которые, ну, там, не знаю, за полгода, за год, что-нибудь такое, показали какие-то серьезные результаты с нуля на вашей бирже? Это самый главный вопрос всех партнеров. Все партнеры, которые идут на другие биржи, они говорят, да на Bybit уже делать нечего, поле пропахан. Я приезжала в Дубай месяц-полтора назад, и я готовилась специально, у нас был митап для партнеров, ты туда не попал, потому что что-то у тебя там было. Потому что я ездил с женой в роддом. Поздравляю тебя. Спасибо. Ну, вот, но я там прям готовила и делала ресерч по всем нашим цифрам. То есть, например, изнутрянки Bybit у нас свои есть KPI. Увеличение количества новых пользователей, то есть для меня, у меня лично, мои KPI, это увеличение торговых объемов на рынке СНГ и увеличение количества новых пользователей на рынке СНГ. По сравнению со всеми другими рынками у нас есть там англоговорящие, Корея, Япония, испаноговорящие рынки, все остальное. Рынок СНГ сейчас и уже в течение полутора лет увеличивает свои показатели от 25 до 60 процентов в квартал. Растет на 25-60 процентов в квартал? Да. Потому что у нас по количеству новых пользователей от партнеров исключительно у нас есть прямые пользователи, которые не хотят заходить по партнерской ссылке, не хотят бонусы дополнительные получать. Плохие люди, редиски абсолютные. Но на самом деле там же выгоднее регаться, я вот тоже не помню людей, тебе выгодно регаться по ссылке, если ты там хотя бы чуть-чуть наторговал, тебе там тысячу баксов не повернули потом этими купонами, этими кэшбэками и так далее. Я к чему? К тому, что каждый квартал, каждые три месяца мы увеличиваем количество достигнутых новых депозитов с торговым объемом. Рынок СРБ, который мы пашем после бинанса уже получается полтора года. Он увеличивается и увеличивается. Я могу сказать, откуда они берутся. Просто вопрос, какой есть байбит, как монополист, мы только что обсудили, да, я согласен с твоими цифрами, 70-80% рынка принадлежит байбиту. Почему как бы с байбитом история летит? Потому что если вы сейчас в РФ с кем-то пообщаетесь про крипту, в СНГ, я бы даже сказал, то у всех на слуху будет байбит, 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 Да, есть различные биржи, там, ОКХ, да, например, есть какой-нибудь BingX, ну, BingX как бы вообще, как по мне, очень странная сомнительная контора, но не суть, но они реально не на слуху, то есть они вот там в какой-то своей небольшой доле рынка работают, но если мы говорим именно про масс-маркет пользователей, то есть такое понятие, как сила бренда, ну, например, почему, в чем там сила Макдональдса или Кока-колы, потому что если ты оказываешься на другом краю земли и видишь вывеску, то у тебя мозг, как бы он понимает, что тебя ждет прогнозируемый результат, да, Кока-кола не самая полезная еда, как и Биг Мак, но ты понимаешь, что ты, типа, не отравишься и не откинешься завтра, если ты это съешь или выпьешь. И здесь работает примерно так же, то есть когда вы работаете с байбитом, я просто рассказываю свой опыт, да, то есть я понимаю, как эта история работает. Когда ты рассказываешь людям про условный Макдональдс, им гораздо проще зайти в этот Макдональдс, чем зайти в какую-то шаурмечку, хотя результат может быть один и тот же. Ты наешься и там, и там, возможно, кстати, шаурма бывает даже повкуснее, чем Макдональдс, но, как бы, ты не убедишь в этом человека. Вот Макдональдс, как бы, и он постоянно растет, да, то есть я вижу эту историю так, потому что сила бренда на байбите, как по мне сейчас максимальная, то есть никто даже близко не может к этому подойти. Да, да, я очень горжусь тем, что нам удалось это сделать, единственное, и, конечно, нам нужно увеличить уровень сервиса, и мы над этим работаем. Ну, об этом, да, мы уже поговорили, что 50 человек поддержки, я думаю, что они все-таки помогут. Ну, блин, надо удаленку, надо удаленку 100%, то есть с удаленкой, как бы, все решится быстро. Да, ну, я к чему, да, к тому, что пользователи до сих пор открывают аккаунты на постоянной основе, их все больше, больше и больше, я до сих пор не знаю. Я работаю в компании 5 лет, и я просто на это смотрю и такая, ну, откуда вы беретесь, понятно, что экономическая ситуация, политическая ситуация, она помогает пользователям заходить в крипту, потому что тут более-менее, там, демократично и все остальное, то есть, если кто-то думает, что рынок уже закрыт, там, запахан и распахан, это вообще не так. Это вообще не так. Ну, а давай так, были ли кто-то за последние полгода, кто прям вот реально сильно выстрелил, вот именно прям из новых-новых ребят в 24-м году? Да, да. Скажи, пожалуйста, а вот опять же, я не знаю, там можно эти цифры разглашать, нет, я не буду говорить, может быть, ты скажешь. Какое количество вообще партнеров Bybit'а в СНГ? Две тысячи где-то. Давай, давай, скажем, три, три. Какой процент партнеров зарабатывает больше, давай, скажем, пяти тысяч долларов, вот как ты думаешь, на взбросочку хотя бы? Ну, соточка, наверное, сто пятьдесят, сто пятьдесят? То есть, это порядка скольки процентов, если мы считаем от трех тысяч, это где-то три-пять процентов, да, получается где-то. Да. Не, ну тут смотри, тут еще вопрос в чем? Вопрос в том, что очень многие считают, что это хобби. Те, кто у нас зарабатывает деньги, они считают это как, ну, полноценная работа. Ах. Да, кто зарабатывает большие деньги, они работают, это работа. То есть, с людьми встречаемся на каждый день с этим. На выходных мне пишут люди, у которых это как хобби. Раздуплились, да, типа на выходных решили? Я не могу, как мне объем повысить. Ну, потому что надо на постоянной основе делать контент, который помогает пользователям находить свою нишу. Это бизнес. Это бизнес. Поэтому те, кто на постоянной основе этим занимается, это несложно, это несложный бизнес. Просто, если человек, как я, который позанимался до этого различными оффлайн-бизнесами, которые приходят в эту тему и понимают, что тут с тебя сняли просто всю операционку, то есть, как бы, как я вообще вижу бизнес с Байбитой и вот этот весь партнерский бизнес, ты по сути являешься, ну, типа, у тебя есть своя биржа, грубо говоря, да, то есть, если мы рассчитываем, что Байбит все-таки не планирует скамять партнеров, а я надеюсь на это. Кать, моргни мне глазом, что не собирается. Ну, это так, я просто прикалываюсь уже. Смотри, вопрос какой, типа, как я вижу этот бизнес, что с тебя забрали всю операционку, то есть, занимайся чистым маркетингом, да, и, ну, мне эта история очень нравится, потому что у меня есть там еще другие направления одновременно, и все равно и в онлайне, и в оффлайне, там я вообще молчу, там мрак какая операционка, вот, но здесь, как бы, ты просто зарабатываешь, занимаясь маркетингом, вот, а биржа уже забрала на себя всю операционку. Я так понимаю, и для биржи эта модель прикольная, то, что тебе не нужно, там, гадать, какой у тебя в этот раз маркетинг кост, а сколько тебе выделить бюджетов, да, там и так далее, ты платишь чисто с прибыли. У нас есть свой маркетинг, ну, то есть, у нас есть свой департамент по маркетингу, который организует, но это в основном операционный маркетинг, то есть, они организуют разные промо-акции, есть какой-то новый ноткоин, они должны отреагировать и дать людям какие-то определенные классные маркетинговые продукты, которые помогут эту аудиторию активизировать. Мы не привлекаем пользователей, у нас есть там эти гуглы, гугл-адсы, все остальное, но основную маркетинговую работу проводят партнеры, да, ретеншн самое главное. Ретеншн – это возврат ты имеешь в виду, что, типа, чтобы торговали чаще. Нет, ретеншн – поддержание пользователей на биржу, чтобы они торговали, не ликвидировались. Ну, то есть, это качественное, как бы, обучение пользователей, поддержка, активация торговой активности. А расскажи, пожалуйста, какой вообще у вас такой среднецелевой портрет вашего партнера, который вот успешен, да, то есть, ну, давай там, блин, опять же, очень-очень относительный успех, потому что для людей в регионах там 5000 долларов – это прям серьезные деньги. В России понятно, что если там живешь, наверное, в Москве-Питере деньги небольшие, если ты живешь в Дубае, это там тебе даже на хату не хватит снять. Но вот вопрос такой, что давай будем считать там 5000 долларов, да, какой у вас среднецелевой портрет подобного партнера? То есть, кто вообще эти люди и как ты можешь их охарить, характеризовать? Если это 5000 долларов, то тебе достаточно будет иметь одного телеграм-канала. Иногда бывают телеграм-каналы большие с маленьким объемом, но бывают телеграм-каналы маленькие, 600 там человек, которые генерируют очень большой объем в зависимости от аудитории. То есть, так сложно сказать, опять же. Не, я имею в виду, именно как люди, как ты их характеризуешь? То есть, это там, я так понимаю, судя по нашим ивенту на Байбите, это вот только мужчины, да, там есть женщины вообще, нет в этом бизнесе, я не знаю. Конечно, что у нас пара партнеров, женщины есть, но их недостаточно. Если бы я когда-нибудь ушла, я бы сделала себе YouTube-канал, мы это обсуждали. Просто потому, что их нет. Либо они есть, но они не трейдеры. Они не... Но есть Катерина Костевич, но она не занимается партнеркой, она чисто в трейдинге даже не хочет лезть в партнерку. То есть, а встанутся парни и... Ну, а как... Хорошо, давай тогда, как стать вообще успешным партнером Байбит это? То есть, ты же у нас... Блин, мы забыли... Но сейчас про карьеру поговорим, еще чуть больше с этой стороны раскроемся. Я сделаю небольшой спойлер. Я знаю просто, что Екатерина уже, сколько, пять или шесть лет, да, в Байбите с самого основания. И явно повидала большое количество партнеров. И явно может нам рассказать секреты успешного успеха. Может быть, там надо какие-то денежные мантры, не знаю, дышать маткой. Что делают успешные партнеры, чтобы быть успешными партнерами и зарабатывать много денег на Байбите? Опять же, надо это воспринимать как бизнес. Как работает бизнес? Тебе нужно найти, в чем ты силен, какие у тебя знания, как эти знания транслировать в ценность для пользователей. Number one, да, номер один. То есть, в чем ты силен? Хорошо ли ты разбираешься в трейдинге? В каком трейдинге? Хочешь ли ты мемасики торговать, либо BTC? Разбираешься ли ты в технической части? Хочешь ли ты через ботов? Или ты хочешь ручками? Хочешь быть скальпером, не скальпером? То есть, или ты хочешь вообще заниматься только NFT-шками, там, спотом, QC, спот? То есть, нужно найти свою, ну, это любой писатель. Понимаешь, в чем тебе интересно быть, улучшаешь это до того уровня, где ты можешь обучать людей, создаешь себе канал и привлекаешь людей. Да, когда очень просто. Ну, вот все-таки у тебя не было наблюдений, вот за счет чего прям идет такой вот прям буст параболический на партнеров? То есть, вот кто прям стреляет? Стреляют люди, у которых либо уже разогретая аудитория, которая была, и они не, например, работали с биржей. Сейчас все сразу расстроились. Подождите! Подождите! Это раз. Второе, это люди, которые продолжают привлекать новых пользователей на свою партнерку, и им удается привлечь хотя бы одного кита. Потому что очень часто, не всегда, но очень часто, очень хорошо зарабатывающие партнеры, у которых там, скажем, две тысячи, пять тысяч, десять тысяч рефералов, будут иметь только один процент китов, которые генерируют им весь партнерский заработок. То есть, самое важное в партнере, это постоянно привлекать новых пользователей, и, естественно, хорошо бы это делать с хорошим контентом, но я не знаю, там уже как пойдет, да? То есть, это вы уже сами решайте, какой у вас контент, я уже об этом сказала. Вот. Но нужно привлечь хотя бы одного кита. Лучше двух, а лучше трех, тогда диверсификация лучше. Если вдруг кита заболел, ушел в отпуск, то вы не зарабатываете. Если у вас пять китов, то только один уйдет в отпуск, остальные будут торговать. А где найти кита, расскажи нашим? Или есть еще третий какой-то лайфхак? Нет, третьего нет. Как найти кита через специальные сети, через YouTube, Telegram, то есть, там вы уже сами ищете. Либо это через ads, как они, через рекламу, либо вы с кем-то общаетесь, либо вы очень активны в комьюнити, либо вы активны как трейдер, в комьюнити трейдерах. Если они еще не на байбите, но они хорошо торгуют, вы можете их лично пригласить. У нас есть партнеры, у них партнерка четырехлетней давности, никогда с нами не работали, и тут он нашел какого-то друга, который торгует, и торгует много, он такой попадется на мне, на партнерку, и все. У них просто объем, ну, на партнерке на самой увеличивается до большого уровня. Ну, понятно, до большого уровня увеличивается объем. Я понял. Что вы хотите, работать надо? Не, ну, конечно, конечно, хочется очень каких-то секретных секретов, инсайдных инсайдов. Ну, давай, давай, короче, если нас смотрит человек, который хочет зарабатывать, давайте, пять тысяч долларов на ББ, то ему надо, судя с твоих слов, завести, там, какой-нибудь Telegram, YouTube канал, привлекать аудиторию, обучать эту аудиторию, тому, что он хорошо умеет делать сам. И тогда, с большой долей вероятности, он сможет на эту пятерочку выйти. Идеальный вариант, да, идеальный вариант. Потому что, если вы хотите, чтобы это был бизнес, то надо строить это как бизнес. А если вы хотите привлечь, если вы хотите быть ритейлом, не партнер, ну, как бы мы можем открыть партнерку, если у вас есть какой-то там богатый друг, да, и мы вам откроем партнер, но нельзя торговать под собой и возвращать в инсайд. То есть, многие пытаются абьюзить систему, мы не разрешаем. То есть, если вы торгуете много и вдруг решите пригласить себя, то вы будете забанен. Вот. А если у вас есть друг, которого пригласили вы, то приглашайте. По партнерке у меня, на самом деле, вопросы основные закончились. Хочется, может быть, от тебя какое-то финальное слово услышать. То есть, не знаю, кого ты была бы рада увидеть в качестве партнеров, может быть, что-нибудь бы передала нашим юным зрителям, которые думали на тему этого бизнеса. Может быть, что-нибудь скажешь им такое. Как человек, наверное, блин, я не знаю вообще, есть ли люди еще более опытные вот в этой партнерской истории, по факту. То есть, пять лет кто-то вообще в этой истории живет. Мне кажется, столько не живут люди. Я уже динозавр. У нас были люди, которые раньше меня начали, но они уже не работают, они тоже уже устали. Я говорю, то есть, это просто, многие люди не понимают, насколько сложна работа в финансовом секторе. Мы сейчас поговорим про карьеру в финансах и в крипте. Мне интересно тоже пару вопросов задать. Ну, короче, какое-нибудь напутствие для потенциальных партнеров Bybit, а может быть, текущих, которые нас смотрят. Ну, да, это не, это не, я не думаю, что это сложно. Просто люди думают, что есть кнопка бабло, и сейчас он зайдет и заработает много бабла. К сожалению, если бы даже не было регуляторов, то это не было бы так просто. То есть, для трейдеров хотите на постоянке зарабатывать деньги, нужно обучаться. Хотите, если как партнер хотите на постоянке зарабатывать деньги, нужно постоянно обучаться и транслировать это в действие. Ничего, я не дам вам никаких супер инсайдов, то есть, это не сложная работа. Ты работаешь на себя, если даже ты трейдер, даже если ты не хочешь быть партнером, потому что, я думаю, тебя будут смотреть в основном, наверное, трейдеры, а не партнеры. Вот, Это работа на себя. Крипта дает такие возможности. Я поэтому так злюсь, что буду это все регулировать, потому что мы так хорошо имели возможность ни на кого, ни на какого Васю не работать и зарабатывать деньги, и быть свободными, и вообще все было бы у нас хорошо. Да по тебе видно, что ты хастлер, любишь хастлить и не любишь регуляцию. Ладно, переходим к следующей ветке вопросов. Хочется сейчас с тобой поговорить про карьеру в крипте. На самом деле тоже я нигде не встречал этого на просторах YouTube, может быть, потому что меня не сильно интересовала эта тема, но вот среди бесконечного контента реально ничего подобного не видел. И поскольку ты, как мы уже выяснили, криптовый динозавр в пятилетней давности, расскажи нам, пожалуйста, как построить карьеру в крипте. И хочется начать с вопроса. Можешь ли ты рассказать? Ты являешься, по сути, да, можем сказать, топ-менеджером Bybit, который отвечает за развитие СНГ направления. Какой вообще порядок зарплат? Не знаю, может быть, ты, конечно, захочешь там назвать свою зарплату или нет, но давай порядок просто зарплат, которые люди могут зарабатывать в крипте. Если мы говорим про, так сказать, как это называется, low-сегмент, да, там, не знаю, middle и, собственно, там, high. Можешь не привязываться к Bybit, там, и так далее. Ну, low — это, понятно, там, поддержка, middle — это какие-нибудь, не знаю, менеджеры, технори, инженеры, и там high — это вот как раз-таки топ-менеджмент. То есть какой вообще порядок сумм идет речь? Ну, я думаю, что он, на самом деле, не особо отличается от других индустрий, если честно. Отличается, может быть, процентов 5. Потому что люди, которые работают в крипте, они выбирают крипту не за деньги, они выбирают крипту за то, что это энтузиасты. То есть у нас сработают паньяки, они либо бывшие трейдеры, либо они просто любят крипту, и они не пойдут работать в других там Васькиных всяких компаниях. Ну, все-таки, ну, расскажи нам, ну, какой уровень зарплаты? Просто ты точно, да, лучше меня знаешь. Зависит от рынка. Ну, скажем, от 800 долларов в месяц на саппорт, скажем, от мид-менеджмента какие-нибудь специалисты, то есть маркетологи, дизайнеры, продуктовики низкого значения от 3 до 5 тысяч долларов. Тим-лиды или менеджеры среднего высокого звена от 5 тысяч долларов до, наверное, до 15. Ну, то есть, я так понимаю, там очень сильно зависит от того, насколько ты в кипя и, да, укладываешься там, сколько проектов делаешь и так далее уже на этой работе. Да, плюс очень часто это зависит от, ну, это такая же комиссия как у партнеров, то есть сколько биржа заработала, какой-то маленький-маленький-маленький процент идет нам. То есть, например, у меня комиссия, извините, не 50%, как у вас, извините, у меня, партнеров, да, у меня там 0-0-0-0-0-0-1. Не буду разглопать, сколько я зарабатываю, вот, но это 0-0-0-0-0-0-0-1. Так что я считаю, что если разбираться сильно и прям сидеть и, то есть, окей, мы работаем 8-10 часов в день. Ну, я услышал, там, типа, там, грубо говоря, 1000 долларов low, там потом middle, а вот high-менеджеры, то есть, от скольки вообще там идет, ну, разговор, грубо говоря. Если это партнер, партнер это считается, то есть человек, который на том же уровне с директором, либо чуть ниже. Ну, вот у тебя же, я так понимаю, ты непосредственно работаешь с Беном. Я под Беном. А, ты под Беном. Я-то сказала раз в пять, я не хочу так говорить, что я под Беном. Не настолько под Беном. То есть, у тебя уже, то есть, ты, грубо говоря, вот на прямой, на прямом контакте именно с руководителем биржи, да. Окей, и вот у таких ребят, как ты, какой вообще порядок сумм идет в ЗП? Ну, я хочу сказать, что мои коллеги, которые занимаются тем же, зарабатывают меньше меня, потому что у них прибыль, заработ, приведенная ими прибыль, она меньше, у меня комиссионная. Я зарабатываю неплохо, потому что я... На самом деле, Катя, я честно не хочу здесь спойлерить твой уровень ЗП, ну, правда. Я хочу понять, как бы, уровень ЗП. Как бы, вот человек думает, там, мне сейчас пойти, типа, в традиционный банкинг или поехать, там, в Дубай-Сингапур в криптобиржу. Как бы, у многих людей по карьере есть задача какая? Ну, традиционная, сдать топ-менеджеру. И вот на что он может рассчитывать? Он рассчитывает на то, что придется работать на топовый пир, то ты еще попробуй попади. То есть у нас сложно, сложно попасть. То есть на рынок СНГ, я, например, поехала на Blockchain Life, из 20 людей 5 такие, наймите меня, я говорю, блин, да я бы с радостью. Не, ну, я же говорю, тут вопрос-то просто в том, на что человеку рассчитывать. Расскажи нам, сколько это? Вот твои, я не знаю, да ты можешь сказать, там, про других коллег с бирж. Вот ты же, ты знаешь, там, плюс-минус, скажи, коллеги на другой бирже, там, зарабатывают от Сталькита. Ну, я не могу, зачем? Все, все, ладно, я тебя, я тебя понял, хорошо. Просто, просто смотря, вот смотря, кто нас смотрит. Ну, например, вот как я вижу эту ситуацию. Там, человек, например, понимает, что я пойду работать в Сбербанк или в Яндекс, и там есть, даже я, типа, просто знаю по своим знакомым, там, плюс-минус то, сколько получает. То есть, там, условный лоу, там, до 200, потом мидл, там, какой-нибудь имели 500, ну, там, может быть, 300-500, да, опять же, вот, KPI. И топ-менеджмент уже, там, это, типа, миллион плюс, а если это топ-менеджмент, вот, как ты, который, там, условно, на прямой ноге с руководством, да, Яндекс, это, наверное, там, 5 миллионов плюс рублей. То есть, это 50 тысяч долларов, я думаю, плюс-минус. Вот. Просто интересно понять, какой уровень в крипте и выше ли он, или он, ну, типа, плюс-минус в рынке. Да, точно то же самое. То есть, вы же, когда, приходя работать на биржу, либо в другой, любой другой проект, вы не занимаетесь криптой. То есть, вы поймите, это личная работа. Я думаете, хоть что-нибудь понимаю, мне партнеры пишут, ты видела Пеппа? Я говорю, я не видела Пеппа. Думаешь, когда мне видеть Пеппа? Да, я тут сижу, у меня нет проблем, у меня KPI, мне надо промки делать и все остальное. То есть, я сижу, смотрю на Google Sheet целыми днями. Если вы криптоэнтузиасты, не надо идти на работу, надо просто хорошенько изучить, надо 8 часов в день тратить на то, чтобы просто искать возможности, и вы будете зарабатывать намного лучше. То есть, честно, я понимаю, что у меня там стабильная работа, я зарабатываю стабильную зарплату, но если бы я тратила 8 часов своего времени на изучение рынка, общение с людьми и поиска каких-то мемкоинов, либо каких-то там входов в рынок, либо еще чего-то, то я бы зарабатывала, мне кажется, намного больше. Вот с этим утверждением я не согласен. Это кажется, это кажется. Мое мнение, что истина посередине. То есть, мое мнение заключается в том, я его везде транслирую, ты не можешь спокойно и адекватно торговать, если у тебя нету постоянного источника дохода. Это очень сложно психологически. То есть, одно дело, что ты там, ну, давай скажем, заработал 10 тысяч, 5 тысяч потратил, 5 тысяч принес в рынок, хер с ним пятерку просрал, да и как бы горе оно, да, все такое прочее. В следующий месяц тебе опять пришла запка 10 тысяч, у тебя опять есть деньги на еду, на жилье там и все такое, ты опять там попробовал на 5 тысяч, а если ты только торгуешь, то ты оказываешься в такой, ну, как бы не очень, как по мне, выигрышной истории. Я сейчас задам тебе вопрос про токены в твоем портеле, мне интересно, держишь ли ты что-нибудь на споте. Расскажи, кстати, как ты оказалась в Сингапуре, я там частично помню, ну, давай, как вообще люди оказываются в Сингапуре, в крипте и вот это вот все. Я работала в компании, владельцами которой являлись Восток Уголь, являются, ну, владельцы Восток Угля, русская компания, угледарочки, вот, у них есть дочерняя компания, в которую пригласили меня быть ассистентом директора, ну, секретарем, вот, и им нужен был, и они открывали офис, точнее, они открывали шахты в Индонезии, и главный их офис был в Сингапуре, то есть им нужен был человек, который бы говорил хорошо на английском, плюс понимал китайский, я на тот момент училась в Китае и знала китайский, я ничего не знаю, не помню, вот, ну, то есть они нашли меня, перевезли меня в Сингапур, и я им помогала со всеми их там личными, бизнес, делами, то есть просто там на побегушках бегала, девочка была на побегушках. Ну, они достаточно серьезные ребята, с ними было достаточно сложно работать, ну, плюс персональный ассистент это тяжелее, чем быть в крипте, вот, и я в итоге хотела уйти, и через два года я уволилась, и очень-очень-очень-очень-очень отчаянно искала работу именно в Сингапуре, чтобы не поехать домой, и не услышать от мамы, что вот, я же сказал, ты ничего не добьешься, вот, я хотела добиться, чтобы доказать им, что я что-то могу, потому что в школе я была троечницей, я думала, что так я и умру троечницей. В общем, я старалась, искала работу, искала, нашла там какой-то, то есть директор, ну, не директор, а менеджер по маркетингу в разработке мобильных приложений, чисто чтобы выжить, и в итоге очень хотелось денег, которых я тогда не имела, и я начала учиться торговать. Криптой? Нет, пока Форекс и Индекс Фонд, Фибоначчи уровни, и все, я узнала уже, все хорошо, не заработала ни копейки, потеряла много денег, но зато в резюме в своем указала, что я умею торговать. Я по этому ключевому слову нашла вот эта контора, которая только запустилась, которая называлась Bybit, в которой было из англоговорящих сотрудников только типа 20 человек, они только открыли офис в Сингапуре, им нужен был менеджер по развитию на русский регион. Я пришла, они спросили, чем ты до этого занималась, я говорю, чем хорош, нам это подходит, вот, и я окунулась просто в очень жесткий китайский, очень тяжелый, насыщенный китайской культурой стартап. И так как я была в большом отчаянии в течение трех лет, думала, что из меня ничего не получится, я очень-очень-очень сильно старалась, я очень много работала, и что бы мне не надо было делать, я делала, я делала дизайны для баннеров, я делала им блоги, переводы. То есть я делала все на тот момент, у нас на тот момент было всего 4 инверсных контракта и не было больше ничего. То есть это был 2019 год, инверсные контракты BTC USD, ETH, ETH, XRP USD и EOS USD, которые на русском рынке нафиг никому не сдались, потому что на русский рынок Binance зашел раньше с USDT парами. То есть все торговалось с USDT, это настолько удобно, тут ты хочешь торговать эфир, тебе надо свой BTC вывести на какую-то другую, там непонятно куда перевести, короче, просто полный пипец, и я добивалась от них, чтобы они сделали USDT парами, я никто не слушал в течение очень многих лет. И, ну, я очень сильно ругалась, и в итоге меня перевели на английский рынок, потому что с русским не получалось, продукт не подходил для рынка СНГ. Меня перевели на английский рынок, я начала работать с англоговорящими партнерами, и там все стало получается намного лучше. Работало-работало, потом мы вышли из Америки, вышли из многих других стран, и наконец-то до них дошло, что нужно делать USDT пары, и как только это произошло, наш контингент начал собираться. И мы потихонечку начали привлекать людей, у меня на 2020 уже были друзья-партнеры с рынка СНГ, но они пришли из BitMix, то есть это такие уже динозавры-динозавры совсем, которые знают, что такое BitMix, они торговали именно на инверсных парах, то есть с этими людьми мы давно работали. Основной контингент начал уже собираться, когда мы запустили USDT, потом больше контингента начало собираться, когда мы запустили SPOT, это еще там 2023-2022, то есть это было буквально недавно, два с половиной года работали, вообще непонятно, как мы еще на русский рынок заходили, потому что они такие, нормально пойдет, и я такая, нет, не пойдет. Не, ну в 2022 году я уже торговал на BayVite, уже был SPOT, наверное, в 2021, я думаю. Ну вот, да, то есть, ну мне два года пришлось с ними пободаться, чтобы они в итоге там сломались и нам добавили то, что нам... вот тогда у нас все это начало медленно-медленно приходить, и потом случилось, что случилось. Расскажи, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, отличается ли работа в крипте от обычной какой-то работы? Ну, есть ли какие-то особенности? Ты, я так понимаю, человек, который поработал во всяком разном? Ну, единственное, что отличается, это то, что это, и я очень это ценю, клиентская база намного веселее, чем в традиционных всяких конторках. Я работала в Avito до этого, недолго, но работала, и там дяди такие традиционные, серьезные мужики, которых там доминация, это самое важное, там доминируй, властвуй, ну такая хрень. Вот, в крипте намного более молодняк собирается, который по большей части хочет зарабатывать деньги, то есть они скромные, они хотят, ну не все, понятно. Но в основном я очень ценю, что намного больше, намного больше возможностей встретить умных, молодых, скромных, много работающих людей, с которыми очень интересно. То есть у меня клиентская база, это очень крутые люди. Я очень это ценю, потому что, если бы я работала с дядьками какими-то, которые там, вот, мне надо машину выставить на продажу. Ну, нет, не надо, пожалуйста, не надо. Вот, так, да, то есть если считать именно внутрянку компании, то примерно то же самое, то есть стартап это всегда жесть, потом стартап превращается в крупную компанию, все становится лучше, сервис улучшается, там и все такое. Вот, но клиентская база, обожаю. А клиентская база, ты здесь подразумеваешь партнеров или ты здесь подразумеваешь пользователей? Да, потому что я имею дело, ну, то есть я когда езжу на всякие оффлайн-метапы, я встречаю и трейдеров, и шикарные люди. То есть все большие молодцы, у меня очень много уважения к людям, они правда стараются зарабатывать деньги, быть боссами, там, сами своей жизни и все такое, то есть это классно. И нам крипта дала возможность сидеть дома и зарабатывать деньги из дома, а не на дядю работать на какого-нибудь, который абьюзит тебя и все остальное. А ты ходишь там в офисе или ты работаешь в хоум? Ты в офисе, да? Кстати, это интересный момент, а расскажи, пожалуйста, почему эта политика Байбита или это политика Сингапура или крипты, почему нет удаленки? Это же в 2024-м это звучит очень странно. Очень странно, но мы так быстрее можем друг друга найти и быстрее, ну, там контроль, короче. У нас босс считает, что если мы будем работать на удаленке, то мы будем сидеть, ковырять по носу и ничего не делать. А так он видит, так он видит всех там. Ты мокрый, ты такой, я вижу, что ты делаешь. Мы такие, окей. То есть больше контроля, больше качества работы. То есть у нас два офиса и в каждом офисе обязательно. Мне это не нравится, потому что у меня свои показатели хорошие, то есть нафига. Но я уважаю политику компании, потому что многие там не будут работать дома, сидеть там, филонить и все остальное. Поэтому в офисе. Понятно. Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь вообще про работу в крипте? Вот сейчас нас кто-нибудь посмотрит и такой, ухожу из Сбербанка, иду в крипту. Как устроиться на работу в крипте? И если бы ты сейчас начинала карьеру, вот что бы ты вообще сделала? Я бы пошла в маленькую компанию. В какую дальше, на какую должность? Какую? Есть маленькие всякие. Нет, на какую должность я имею в виду. То есть, ну вот типа, с чего лучше всего стартовать? То есть, как по мне, вот ты рассказывал про старт в ассистентстве. Это очень крутая история, потому что ассистент, особенно если в какой-то интересной организации, он по сути в курсе всех процессов. То есть он может там с руководителем побыть, и тут на переговорах, и там, и там, и там, и там. То есть это интересная история. С чего бы ты посоветовал начинать в крипте? На какую работу? Все зависит от вашей специализации, правильно? То есть, если вы разработчик, о, пожалуйста, красная дорожка, сразу же можно. То есть, если по Линкдину, если у вас есть доступ к Линкдину, или как он, мы на Линкдине все постим. Возьмите VPN, подключитесь к Линкдину, смотрите, какие есть вакансии. Это в основном технические вакансии, потому что это всегда нужно, всегда востребовано. ИТ-специалисты, аналитики, билдеры, кодеры и все остальное. То есть это всегда-всегда-всегда пользуется спросом. Если это фронт-энд, имеется в виду сейлс, продажники или саппорт, саппорт всегда нужен. Продажники не всегда нужны, потому что, ну, там, тяжело залезть, то есть там сидят люди с зубами и не дают свои места. Все же зависит от специализации. Смотрите, имеет смысл подаваться везде. Ну ладно, смотри, у саппортера есть, есть вообще карьерный рост у саппортера? Вот чел такой придет, такой хер с ним, пойду на саппорт Байбита, но я потом хочу подвинуть Екатерину. У него есть такая потенциальная возможность, если он вот, как ты, готов грызть зубами землю там, типа, 3 года или 5 лет, или сколько там надо? Ну, надо надолго оставаться, потому что, ну, у меня пример, например, у меня два сотрудника на СНГ, то есть нас всего трое, которые партнеров на рынке СНГ. Да. Лучший на данный момент сотрудник, и он самый лучший сотрудник в, ну, среди всех менеджеров по развитию в разных регионах, он пришел саппорта, и он показывает результаты, которых я не делала очень долгое время. То есть он пришел саппорта, у него есть талант и, как бы, скилл очень хорошо общаться с людьми. Плюс он, скилл, как развивать биржу, как увеличивать заработки в партнерах и все остальное, то есть он сейчас топовый, топовый сотрудник именно по развитию. И он пришел саппорта ко мне. И я не хотела его нанимать ко мне в команду, потому что я думала, человек саппорта, он будет слишком услужлив каждому партнеру, хотя там нужно именно стратегически выбирать, с кем работать. Кто тратит твое время, кто не тратит твое время, кто приносит результат, кто не приносит. Я боялась, что он не сможет. Но я не хотела его нанимать, но он такой, типа, ты меня возьмешь на работу, и вопрос закрыт. Я такая, хорошо. Все, то есть там нужно стараться, и нужно... Это в любой компании. Нужно всегда быть очень проактивным, нужно всем всегда напоминать о своей ценности. Я понимаю, что это ужасно, и хотелось бы, чтобы тебя просто увидели без твоего громкого рта. Да, то есть хотелось бы, чтобы тебя просто видели. Но это так не работает, к сожалению. Нужно всегда открывать свой рот и говорить, я такой, ты крутой, и вот так вот я требую вот это, мне надо вот это. И это только так работает в корпоративном мире. Неважно, в крипте ты или нет. К сожалению, так, да. Все понятно, все понятно. Слушай, ну, на самом деле, интересно, последний, наверное, моментик. Вот если бы у тебя сейчас был выбор, там, пять лет назад, пойти в крипту или не в крипту, ты бы пошла еще раз в крипту? Всегда. Я бы очень хотела, чтобы у нас просто была возможность выходить в отпуск, чего у нас нет. Пять лет у меня не было в отпуске. Это плохо. Мы же ждем тебя в России в отпуск. Но, а так, я никогда бы не ушла, потому что здесь просто контингент намного лучше. Мне кажется, потому что, по крайней мере, это все молодняка, они все очень сильно стараются. Но я обожаю то, что я имею возможность общаться с людьми моего возраста, либо моложе, либо чуть-чуть постарше. И они примерно все в том же, как бы, они, у них цели те же, у них интересы те же, это веселее, класснее и вообще супер все. Согласен, согласен. Давай пару вопросов на тему крипты. Просто у меня-то сейчас три часа дня, у Екатерины уже девять. Чтобы вы понимали, кстати, к слову про работоспособность Екатерины, да? Ну да, на минуточку. Это вот о многом говорит. Пару вопросов по крипте и расходимся, да, как обещал. Трейдишь ли ты сама? Я трейдила раньше. Больше я не трейдю. Трейдю. Больше ты не трейдю. Я не трейдю вообще больше. Ну, ликвидации целой кучи, господи. Но тут еще, наверное, проблема в том, что... Хрен встать. Короче, не трейдю я больше. На споте, держишь что-то. Расскажи портфель Head SMG by Bit. Ну давайте, блин, давайте. Сейчас открою свой портфель. Там Пеппе есть? Сто процентов. Пеппа-ракета просто моя боль. Знаешь, как у меня была боль по Пеппе? Короче, я покупаю Пеппе в январе. Держу пару месяцев. Покупаю где-то тысяч на 20 долларов. Там мемный портфель я сделал небольшой. Там Пеппе Флоки. Там еще какая-то мелкая херня была. Но сам Пеппе Флоки на 20 долларов. Короче, держу пару месяцев. Оно типа флетит, флетит, флетит. И у меня создается ощущение, что рынок будет проваливаться. И я решил, что типа пока временно скину мемы. То есть купил за 20, продал за 20, как бы ничего не потерял. Но проходит 2 недели, Пеппе делает 10 иксов. Ну, так же, как и Флоки. Б-Л-Е-А-Т-Я. Ну, то есть ты на Пеппе уже 15 иксов ты сделала, получается. Если ты закупил заодно. Да. Красава. У меня Флоки, Флоки мне немного, Пеппе у меня дофига. Пеппе дофига, Флоки, Тон, Олька, Дот. Такая себе история. Атом, Immutable IMX. Flow, Helium, Starknet, говнище. Sui, Arbitrum, HFT, Optimism. Это очень похоже на мой портфель, кстати. А моя ошибка только в том, что я говорю, я рано слил мемы. И я сделал не ту ставку на биток, слил мемы. А надо было слить какое-нибудь другое мемы оставить. Надо было еще шибу закупать. И доджу. Но я... Мне реально нет на это времени. Мне стыдно, что у меня нет на это времени. Ну, давай, раз ты затронула тему мемасов. Что ты думаешь на тему мемасов? Потому что сейчас очень много людей говорят про мемы, 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 мемы. И мне, честно говоря, несмотря на то, что я понимаю логику этих трейдов, и несмотря на то, что я там как бы сливал Пеппу, потом на откате я все-таки чуть-чуть докупал. И самый прикол в том, что я купил на откате Пеппу, и она дала уже 3 икса, блядь. Просто для понимания. По-моему, ни один альт в портфеле не вырос настолько, насколько... А, тон. Тон еще вырос и VLD. Вот. Тоже сильно. А как бы Пеппа, реально, то есть несмотря на то, что я брал уже не на самом дне, а потом на откате после вот этого первого мощного импульса, там уже 3 или 3,5 икса. Так вот, Екатерина, что вы думаете про мемы в крипте? Может быть, у вас есть какой-нибудь инсайд с биржи Bybit, что вы там собираетесь, не знаю, дальше ракетить Пеппу или что-то такое? У нас инсайдов нет, если бы они были, я бы уже не работала, лежала бы там. Мне кажется, ты не сможешь не работать, если честно, это мнимость. Тоже верно. Ну ладно, у меня нет инсайдов, к сожалению. Но что я вижу... Я за 5 лет свою работу, да? Я вижу, что тренды могут... Не факт, что тренды должны быть объяснимы и логичны в крипте. В крипте не имеет смысла иногда. Либо есть смысл, но мы его не видим, либо легально, либо, не знаю, либо макротренды мы не понимаем и все остальное. Но очень часто ты просто смотришь, что идет, и покупаешь что-то похожее, и оно тоже будет идти. Час, сезон, мемо. Что дальше будет, я вообще не понимаю, потому что за 5 лет работы я просто каждые полгода смотрю и вижу что-то новое. Главное, стоп-лоссы ставьте просто, и все. Залетайте в ПЭПу, но стоп-лосс поставить не забудьте. Катя, расскажи, пожалуйста, вот эта вся эйфория с мемами, она же рождает то, что очень многие люди создают просто скамные щитки, при этом у них нет там ни комьюнити, ни ликвидности на поддержание и так далее. То есть как вообще Bybit отбирает, какие монетки мемные стоит листить, а какие не стоит? То есть как вообще здесь вот эта история работает? То есть где-то тонкая грань, что это скамные мемас или не скамные? Как вы это вообще отбираете? Да, мы много чего вообще не листим. Они смотрят, есть ли у проекта какой-то use case, какой у проекта план на год вперед как минимум. Если это просто мем, какой у этого мема комьюнити? То есть мы не листим вообще какие-то рандомные мемасы. У нас они есть, но они минимальный топ там, не знаю, топ 6-7 мемкоинов у нас на бирже и все. То есть мы не листим странные маленькие мемкоины какие-то. Вот, то есть смотря какой там комьюнити. Они заходят в твиттер, смотрят у Пепы там, ну понятно, там Пепы весь этот самый, весь твиттер в Пепе просто. Вот, в эмоджиках и в дживках и во всем остальном. То есть если там есть огромные комьюнити, которые будут покупать, есть наши спотовики, они анализируют, это комьюнити активное оно или нет, насколько заряжен интерес к этим монетам. Если комьюнити есть, окей, пожалуйста. Листятся и они пользуются этими мемами и все остальное. Если там маленькая комьюнити, непонятно, что происходит, то зачем? Тогда мы не будем листить. То есть если слабая комьюнити, если слабая команда стоит за этим, то мы не листим. Понял тебя, понял тебя. Ну что, Екатерина, мне кажется, мы с тобой замечательно поговорили, много интересных тем обсудили, которые я, по крайней мере, не видел, чтобы с тобой обсуждались. Я посмотрел, у тебя была запись пары подкастов. Тебе огромное спасибо за уделенное время. В нерабочее уделенное время, кстати говоря. Для наших маленьких подписчиков я напомню, что надо поставить лайк под это видео, написать комментарий, подписаться на канал. И увидимся с вами в следующих выпусках. Здесь ставьте стоп-лоссы, ставьте стоп-лоссы. Ставьте стоп-лоссы, ставьте стоп-лоссы, вам рекомендуют Екатерина. Все, до свидания.